Всем привет! И в сегодняшнем видео уроке мы поговорим об таком инструменте как текст маска в Adobe Photoshop. Давайте начинать, поехали! Так, и давайте же начнем наш видео урок. И начнем мы с того, что найдем наш инструмент. А находится же он на панели инструментов. Вот наша панель и вот наш инструмент. Сразу же хотел отметить, что есть такое понятие как горизонтальный текст маска и вертикальный текст маска. Отличие лишь в том, что горизонтальный пишется по горизонтали, а вертикальный пишется по вертикали. Но дальше я вам покажу как это на деле. Так, сразу же еще хотелось отметить то, что отличие текста маски от обычного текста в том, что когда мы печатаем обычный текст, так у нас появляется какое-то изображение. То есть вот цифры, буквы, которые мы напечатаем. И оно остается в том виде, в котором мы напечатали. Если же воспользоваться текстом маска, вот давайте включаем текст маска, напечатаем опять же тот же 1, 2, 3. Вот как мы видим, у нас сразу же включился вот такой вот красный фон, как только мы применили наш инструмент. И теперь давайте напечатаем 1, 2, 3. У нас появляется вот такой вот прозрачный текст. Когда мы включим инструмент перемещения, так, включаем, то есть вышли мы с этого инструмента, нас остается только обводка этого текста. То есть самого текста как такового физического нету, но осталась его обводка, с помощью которой мы можем дальше работать, например, как создание маски для какого-то слоя, ну или тому подобного. Так, ну и приблизительно я думаю вам объяснил коротко в чем разница, предлагаю идти дальше. Дальше давайте рассмотрим сам этот инструмент, поскольку его настройки, то есть все параметры, которые меняются в этом инструменте практически ничем не отличаются от обычного текста, то я предлагаю не углубляться и сейчас мы пройдемся по всем только основным. Для того, чтобы более детально узнать про этот инструмент и его настройки, предлагаю перейти просто к уроку по тексту, ссылку я оставлю под этим видео в описании, ну и также здесь видео появится сверху, такое вот оповещение, а точнее подсказка ютубовская, с помощью которой будет еще легче перейти к этому видео, ну и предлагаю продолжить. Ну и давайте уже пройдемся по этим основным параметрам, они находятся в верхней части окна Adobe Photoshop, ну и давайте начнем с первого. Первое это режим расположения нашего текста, то есть это же или по горизонтали, как сейчас, или же по вертикали, то есть это то, что я рассказывал с самого начала про горизонтальный и вертикальный инструмент, вот это мне разница, это выполняет или же эта кнопка, или же можно с помощью того инструмента сразу же напечатать. Ну и давайте идти дальше, нам нужно выделить текст, с которым мы будем работать, то есть ту область текста, с которой мы будем сейчас работать с ее изменениями и настройкой. Вот давайте сейчас выделим весь текст и поднимаемся дальше вверх, дальше у нас идет шрифт, то есть мы здесь мы можем выбрать шрифт, которым будет написан наш текст. Ну вот давайте можете выбрать здесь любой текст, который вам больше нравится, также тексты можно доставлять, то есть доустанавливать и скачивать их с интернета, это тоже было рассказано в детальном обзоре текста. Поднимаемся дальше вверх, еще здесь можно настроить такие вот вещи, как режим текста, это не во всех есть шрифтах, но тоже можно настроить. Дальше у нас есть такая вещь, как размер нашего шрифта, то есть вот можно выставить как 211, так и 739, также это значение можно вписать вручную с клавиатуры, ну или же выбрать с пресетов. Давайте идти дальше, дальше у нас есть такие вот режимы текста, то есть это вот без ничего, потом с наводкой, с сглаживанием края и тому подобное, то есть это вы подбираете тоже больше как вам подходит. И идем, это у нас идет выравнивание текста, то есть это же или по левому краю, или же по центру, или же по правому краю, то есть как вы нарисуете вашу область работы с текстом. Ну еще есть такая вещь, как цвет текста, но поскольку у нас это маска, то здесь как такового цвета текста и нету. Идем дальше, дальше есть такая вещь, как стили, то есть можно выставить, чтобы текст вот такой вот был выгнутый и тому подобное, там волной, в детальном обзоре тоже это есть. Также есть такие вещи, как character и paragraph, это тоже в детальном обзоре просмотрите. Ну и последние параметры, это отменить все заданное или же применить. Нажимаем применить и все применяется. После этого, как мы со всем поработали, у нас остается вот такая вот обводка нашего текста. Дальше мы можем сделать такие вещи, как или же просто там ее закрасить, то есть можно взять, например, тот же инструмент кисть, так вот наш брашту, вот и зарисовать эту вещь. То есть получится опять же тот же текст. Ну и также еще можно сделать такую себе маску. Для того, чтобы это сделать, просто переходим в нашу панель layers, вот она. Так, здесь создаем вот под низ новый слой пустой, так. Обводка наша осталась, переходим к нашему лейеру нулевому. Вот он и опускаемся вниз к вот этим вот всем кнопкам. Ищем здесь кнопку mask, нажимаем на нее. У нас остался только наш текст. То есть, как мы видим, у нас есть текст и у нас есть наш фон. И если вам, кстати, вот сейчас расскажу, можно вот это все так вот передвигать. То есть у нас остался текст с той картинкой, которая у нас была до этого. Так, также есть такая вот вещь, что можно вот перейти к layers, здесь отключить отвязку, выбрать нашу картинку и вводить нашу картинку по фону. То есть, как вы видите, вы можете даже это редактировать после того, как вы это сделали. Опять же, потом привязать и все будет хорошо. Вот такие вот удивительные вещи можно делать с этим инструментом. Дальше вы можете еще экспериментировать, тоже что-то свое придумывать. Начало вам дано. Ну и на этом закончим наш видео урок. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео уроке. А также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки под этим видео. Делитесь эти видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok